МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В стенах людей телевидение, интернет и радио стали единственным окошком в мир. По указу президента, когда вся страна сидела на самоизоляции, СМИ работали. Журналисты освещали и продолжают освещать работу медиков в красных зонах ковидных госпиталей. Рассказывают о мерах, которые предпринимают чиновники, чтобы остановить распространение болезни. Власть максимально идет навстречу, допуская журналистов к работе. Но Сарова это не касается. 26 октября в городской думе прошло заседание планового бюджетного комитета. Депутаты решали вопросы бюджета и благоустройства округов. Канал-16 всегда освещал такие встречи, но в этот раз нам указали на дверь. Мы настоятельно просили людей, не причастных к работе комитетов, на комитетах не присутствует. Это касалось и представителей средств массовой информации. Предлагается сегодня, чтобы это официально звучало, объявить заседание закрытым. В качестве аргументов ссылались на то, что другие СМИ, узнав о том, что на заседание пустили нашу съемочную группу, также захотят присутствовать. У нас сколько средств массовой информации в городе? Достаточно большое количество зарегистрировано. И, в моем мнении, все должны находиться в равных условиях. Если сегодня одни прислушались и не пришли, увидят, что, в принципе, можно и не прислушиваться к нашей просьбе, придут завтра все остальные, будет уже не 4, а 44. Предыдущие граждане скажут, зачем отличаются от СМИ, значит, мы тоже хотим послушать, и работа публичная. Антон Ульянов лукавит. Заседание комитетов, как правило, толп журналистов не собирают. По пальцам одной руки можно перечислить тех, кто комитеты не пропускает. Два, максимум три СМИ, которые работают на оперативность и зависят от видеокартинки. Все остальные традиционно довольствуются пресс-релизами. Если бы у нас зал был переполнен, и представителей СМИ было бы 40 человек, тогда, может быть, это было бы справедливо. Их 4 человека максимум, если не меньше. Поэтому я считаю, что большой беды не будет, если мы СМИ оставим. Итог. 10 депутатов проголосовали за то, чтобы сделать заседание закрытым, то есть выгнать журналистов. Шестеро против. Кто за, что будет? Ну так считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, 10 за. Владимир Путин неоднократно обращал внимание, что муниципальная власть должна не засиживаться в кабинетах, а выходить к людям. Если выстраивать работу городской думы так, как это произошло 26 октября, то призыв президента останется неуслышанным. На заседаниях профильных комитетов детально рассматривают проблемы города и его жителей, озвучивая порой непопулярные решения. И есть опасения, что ковид может стать главным аргументом власти на пути к полной закрытости от граждан. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей СРОВ-24. Совсем недавно мы наблюдали за тем, как строительная компания, которая занималась капитальным ремонтом школы номер 10, сорвала сроки почти на год. Как в детском саду номер 8 специалисты оставили после себя потрескавшиеся стены. Недобросовестные подрядчики в Сарове – уже обычное явление. Теперь проблемным объектом стал берег реки Сатис. В конце июня за благоустройство в рамках программы формирования комфортной городской среды взялась смоленская компания ООО «Причал». За четыре месяца строители успели лишь заасфальтировать дорожки, установить каркасы лестниц и проложить кабели для электричества, системы оповещения и видеонаблюдения. Большую часть работ выполнили саровские субподрядчики. ДЭП выполнил асфальтирование. Наше саровское предприятие занимается электрикой, занимается видеонаблюдением. То есть, по сути дела, зона ответственности предприятия, «Причал», так называемого, является только лестничные исходы и поставка маф. По словам Владимира Еминцева, объект несложный. Подрядчик просто тянет время и небрежно выполняет работы. Если до конца года «Причал» не сдаст набережную, деньги на ее благоустройство из города вернут обратно в бюджет области. Тогда администрации придется взять расходы на себя. Как будто приехали сюда на Колым, сделают, получат деньги и уедут. А мы тут администрация должна расхлебывать будем за их художество. Поэтому вот эта позиция, как мы видим, она неприемлема. Та же проблема с компанией «Монолит-сервис», которая занимается благоустройством в рамках контракта на ремонт дворовых территорий. Мы уже снимали результаты работ, а точнее их отсутствие, на некоторых объектах подрядчика. На лестнице у Казамазова 11 и противопожарном проезде у Шверника 43. Объектов в этом контракте очень много. Контракт порядка 5 миллионов. И подрядчик предоставил графику выполнения работ, который на данный момент он не соблюдает. Срок выполнения работы по муниципальному контракту до конца октября. Уже понятно, что подрядчик в этот срок не укладывается. Чиновники отмечают, главная проблема в том, что согласно 44-му федеральному закону, заказчик, в данном случае муниципалитет, не выбирает подрядчиков. Конкурс выигрывает тот, кто предложит свои услуги на максимально выгодных условиях. Сталкиваясь с безответственным исполнителем, администрация может лишь оштрафовать компанию, либо добавить ее в реестр недобросовестных подрядчиков. Происходит только тогда, когда они полностью не работают и отказываются от проведения работы. Тогда мы можем, будем говорить, провести процедуру внесения их в перечень недобросовестных подрядчиков. Но надо понимать, что в данном случае проект городом будет завален. Но никому это не нужно. Ежемесячно в реестр недобросовестных подрядчиков попадают тысячи фирм. Данные на них хранятся там два года. Но это не мешает руководству переименовывать свои компании и снова заявляться на аукционы. В Госдуме депутаты не раз предлагали изменить систему оплаты, чтобы деньги за работу подрядчик получал по факту. И у него была мотивация уложиться в срок. Но пока это только разговоры. Воплотятся ли они в жизнь, никто пока сказать не может. Дарья Козьна, Артемий Глазков, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. В детской поликлинике работает одна ковид-бригада. В нее входят врач, фельдшер и медицинские сестры, которые берут мазки для анализа. Они регулярно осматривают больных на дому и постоянно на связи с родителями. У нас количество больных значительно увеличилось. И со 2 ноября у нас подразумевается расширение этих бригад. То есть будут работать два врача, два фельдшера. По медицинским сестрам посмотрим. Здесь, может быть, будут изменения, объединения поликлиник по забору Москвы. В Сарове сейчас болеет 180 детей. Они переносят ковид легче, чем взрослые, но болеют дольше. В среднем 20-30 дней. Основная мера профилактики – ограничение социальных контактов. Чем меньше ты находишься в разнообразных общественных местах, как кружки и секции, там очень много мест, куда детям очень хочется и родителям очень хочется, чтобы они там находились. Чем меньше этих мест будет, тем меньше шансов, что ребенок будет инфицирован и принесет в семью этот вирус. Сейчас паника – худший враг каждого родителя. Она передается детям, и это совсем не помогает врачам в лечении. Вообще это очень важно, как воспринимают родители, первый раз столкнувшись, что у ребенка диагноз. Первый – это, конечно, очень часто паника, особенно у контактных. И они начинают разглядывать какие-то такие симптомы, которые в обычной жизни они, может быть, вообще никогда бы и не обратили внимания. И начинается шквал звонков. Марина Александровна, заведующая поликлиника, постоянно их успокаивает, родители и так далее. Маленькие дети до пяти лет переносят заболевание, как правило, бессимптомно. Основной признак, который у них проявляется, это кратковременный подъем температуры. У ребенка старше пяти лет высокая температура иногда держится несколько дней. На потерю вкуса они жалуются редко. А основные симптомы заражения COVID-19 у подростков – это отсутствие обоняния и повышенная температура. Лечение индивидуально назначает врач. Антибиотики прописывают при тяжелой форме заболевания. Самостоятельный выбор препаратов для лечения может навредить ребенку. Если врач не назначил антибиотики, то есть, да, если затягивается температура, если что-то нам изменило нарезок крови, антибиотики назначаем. Но в основном это противовирусные препараты первые пять дней и дальше симптоматическое лечение. А дальше просто, как сказать, благоприятная обстановка в семье и режим дня, который, к сожалению, очень отсутствует практически у всех, кто сидит на карантине. Если четко следовать рекомендациям врача, то вирус не навредит вашему ребенку. Полное интервью с Ольгой Зиминой смотрите в рубрике «Без комментариев» на канале Саров24 или на нашем канале в Ютьюбе. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров24. В пандемии режим самоизоляции привели к настоящему буму в сфере онлайн-образования. Из-за страха оказаться невостребованными люди думают, как развиваться дальше. Поэтому те, кто остался без работы или решил не дожидаться тяжелого разговора с начальником, начинают изучать интернет-маркетинг, актуальные языки программирования и визуальный дизайн. Отличное предложение. СММ-специалист с нуля. Зарплата начинающего специалиста от 50 тысяч рублей. Запишусь. Стоп. А вот так делать не надо. Желание быстро получить модную специальность и начать зарабатывать, скорее всего, приведет к обратному результату. Выбор новой профессии, тем более в зрелом возрасте, это очень важное решение, которому стоит подойти со всей серьезностью. Перед выбором, каким способом получить новое дополнительное образование, повышающее вашу квалификацию, важно понять, насколько вы готовы к этому вызову. Ведь любой курс потребует от вас значительной включенности, траты времени и наличие специальных условий, которые позволят погрузиться в содержание, пройти на должном уровне все проверочные занятия и познакомиться с дополнительной информацией по теме курса. Для того, чтобы разобраться, какой тип образования вам больше подходит, можно провести небольшой эксперимент. Найти в свободном доступе бесплатный курс по интересующей вас специальности и попытаться его пройти. А потом честно себе признаться, готовы к самостоятельному обучению или нет. Второе, на что стоит обратить внимание, это на требования, которые предъявляются к любому образовательному курсу. То есть вам нужно определиться, насколько эксперты курса действительно являются практиками в своей области и посмотреть, какую часть из своих знаний они через курс передают. Для этого перед выбором курса стоит изучить отзывы. Лучше всего о тех, кому доверяете, друзей и знакомых. Если таких людей в вашем окружении нет, почитайте, что пишут в интернете. Предпочтение стоит отдать детальным разборам, в которых дают не просто общую оценку курса, а рассматривают каждую из его составляющих. Глубину подачи материала, формат занятий и самое главное – качество проверки домашних заданий, с помощью которых ученики закрепляют полученные знания на практике. И третье, самое главное. Важно адекватно представлять востребованность полученной специальности на рынке труда. К сожалению, обращаясь к разным площадкам, мы видим, что там присутствуют достаточно оптимистические обещания, связанные с будущей востребованностью, с гарантией трудоустройства. Но если оценить действительное количество вакансий по этим специальностям, окажется, что конкуренция в этих отраслях достаточно высока. Оценить реальные, а не рекламные перспективы выбранной специальности вам помогут рекрутинговые сайты. На этих ресурсах вы сможете не только получить представление о потребностях рынка, но и узнаете, какие требования работодатели предъявляют соискателям и сколько на самом деле готовы им платить. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Более сотни школьников попадают под колеса автомобилей в России каждый день. Об этом говорит статистика. Осенью и зимой эта цифра увеличивается почти вдвое. Чтобы снизить уровень детского травматизма на дорогах, сотрудники госавтоинспекции ежегодно проводят акцию по проверке качества уличной дорожной сети. Я бы попросил наших горожан помочь нам в этом очень нужном деле и еще раз пройтись по маршрутам дом-школы-дом для того, чтобы выявить все недостатки в содержании уличной дорожной сети, пешеходных переходов, особенно в ночное время, когда видимость на дороге ограничена. Сотрудники госавтоинспекции просят Саровчан обратить внимание, где в городе нет пешеходных ограждений, не работает или отсутствует светофор, нет тротуаров или полуразрушена обочина. Все недостатки дорожной сети нужно указать в анкете на официальном сайте ГАИ. Я обращаюсь к родителям, к социально активным гражданам по этим маршрутам дом-школы-дом. И при выявлении каких-то недостатков, даже пусть и незначительных, составьте, пожалуйста, эти акты и направьте нам на сайт госавтоинспекции. По словам Александра Косенкова, в этом году активность горожан заметно ниже. Поэтому сотрудники госавтоинспекции призывают всех не быть равнодушными и принять участие в анкетировании. А также еще раз напомнить детям, как нужно и как нельзя вести себя на дороге. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Мама, я попал в аварию, срочно перешли деньги, иначе мне грозит тюрьма. Или с вашей карты пытались украсть средства, переведите их на безопасный счет и назовите реквизиты. Это лишь малая часть мошеннических схем. В Саровскую полицию продолжают поступать заявления и сообщения граждан, пострадавших от аферистов. Типичный из них, это когда на стационарный телефон жителей нашего города поступают звонки, представляются близкими родственниками и сообщают, что либо внук, либо сын попали в дорожное транспортное происшествие, были доставлены в полицию, сбили человека. И для того, чтобы решить положительный вопрос, для того, чтобы отпустить из правоохранительных органов, нужно передать денежные средства. Суммы денежных средств разные, от 30 до 150 тысяч рублей. Сотрудники правопорядка советуют гражданам не переводить деньги сразу. Лучше перезвонить своему родственнику и спросить, где он находится. И если человек оказался невиновным и даже не подозревал о ДТП, то вам необходимо обратиться в полицию. Позвоните в дежурную часть полиции, круглосуточно, которая работает, по телефону 02 или 102. И, соответственно, сотрудники полиции вас проинформируют и проинструктируют, как дальше действовать в данной ситуации. Появились и другие формы обмана. Злоумышленники звонят горожанам и представляются сотрудниками службы безопасности банка. После чего вводят в заблуждение человека и получают от него денежные переводы. Как не стать жертвой в данной ситуации? Если вам позвонили, представили службы безопасности банка и пытаются получить какую-либо вашу личную информацию в номер карты, в вашей фамилии, в ее отчестве, дату рождения, секретный код банковской карты, либо код, который находится на обратной стороне карты, это в 100% случаев это мошенники. Сотрудники банков никогда не будут звонить, уточнять ваши личные данные. По словам Андрея Чернышева, вычислить, где были обналичены попавшие в руки мошенников деньги, возможно, но шансов вернуть их владельцам мало. Поэтому сотрудники полиции в очередной раз напоминают саровчанам быть осторожнее и не перечислять свои средства незнакомым людям. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Жильцы дома 11 на улице Казамазова каждый день поднимаются по горке либо обходят все соседние дома, чтобы попасть на почту, магазин или аптеку. Раньше они добирались туда коротким путем через лестницу, которую не раз ремонтировали. После того, как она вновь начала рассыпаться, жители обратились за помощью к местному депутату. Было собрание во дворе, куда нас пригласил Клиш. Мы, как добросовестные граждане, пришли, поддержали его, проголосовали за него. И главный вопрос у нас стоял в отношении лестницы. Лестницу начала делать компания ООО «Монолитсервис». Но уже второй месяц на объекте работает один человек, который в быстром завершении работ не заинтересован. Пенсионеры боятся, что до наступления заморозков подрядчик не закончит и взбираться придется уже по наледии и снегу. Депутат, по словам жильцов, от проблемы держится в стороне. Говорю, мы за вас проголосовали. Вы нам дали слово, что это очень красивая будет лестница, что быстро сделают все. Мы видим эту всю картину с утра, с девяти часов, как они едят. Но и девяти не появляются. Ну, когда они редко-редко появляются, значит, у них свой график переодеваются долго. Потом вот в тот закуток прячутся, сидят, курят, по телефончику. И мы понимаем, что им работать нечем. Мы обратились к депутату за комментарием. По словам Андрея Клеща, его задачей было сделать так, чтобы строительство лестницы состоялось. Сами работы на объекте не его зона ответственности, а департамента городского хозяйства, с которым заключал договор подрядчик в рамках муниципального контракта на ремонт дворовых территорий. Объектов в этом контракте очень много. Контракт порядка пяти миллионов. И подрядчик предоставил график выполнения работ, который на данный момент он не соблюдает. Срок выполнения работы по муниципальному контракту до конца октября. Уже понятно, что подрядчик в этот срок не укладывается. За каждый день просрочки организация будет выплачивать штрафы. Вот только начальство это, похоже, не заботит. Пенсионерам остается лишь надеяться, что подрядчик хотя бы до декабря выполнит свои обязательства. И они смогут ходить привычной дорогой через новую лестницу. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Комсомол стал школой жизни для миллионов советских людей. Еще полвека назад это движение объединяло молодежь со всего Союза. Под эгидой комсомола расширяли московский метрополитен, построили Саяно-Шушенскую ГЭС, космодром Байконур, который стал первым окном человечества в космос. 29 октября исполняется 102 года со дня образования комсомола. В нашем городе организация появилась в 1954 году. Без малого минуло 30 лет, как комсомол закрыли. Это было в 1991 году. А ведь до сих пор мы поздравляем друг друга с этим праздником. Мы считаем 29 октября своим праздником, своим днем. Комсомольцы-помощники КПСС всегда ставили партийные и государственные интересы выше своих личных. По их инициативе были построены клубы, спортивные площадки. По словам Ивана Ситникова, в комсомол шли люди с активной жизненной позицией. Лично мне повезло, что я на своем жизненном пути встретил таких людей. Ведь самое главное богатство комсомола, как организации, это люди. Люди уникальные. И я благодарен судьбе, что я с ними встретился. Советский Союз распался и вместе с ним исчез комсомол. Но сыровчане до сих пор вспоминают о нем с ностальгией. Замечательный. Я вот была комсоргом очень долгое время. И я вышла только 28 лет из комсомолы по возрасту. А так я даже сохранила свой комсомольский билет. Комсомол, ну как таково не надо, но молодежные организации, их надо поддерживать. Вот, потому что без них больше ранее куда. Ну вы сами видите, как только комсомол исчез, так все началось тут. И наркомания вам, и преступность. Идея объединения молодежи, она всегда была нужна. Но исключить политическую сторону. Оставить социальные акции, гражданско-патриотические акции. То есть убрать политическую подоплеку. И у нас в городе такие организации есть. Комсомольское движение официально прекратило свое существование почти 30 лет назад. Но его лучшие традиции прошли проверку временем и живут до сих пор. И для многих россиян день рождения комсомола по-прежнему остается одним из любимых праздников. В библиотеке Пушкин есть ТикТок. Вот это номера. Макияж, странные шутки и танцы. Еще недавно ТикТок ассоциировался с легким необременяющим контентом. Поэтому аккаунт библиотеки там явление на первый взгляд удивительное. Но если задуматься глубже, то лучший способ заинтересовать подростка – говорить с ним на его языке. Тем более ТикТок, как в свое время и Ютуб, уже пошел по пути разнообразия материала. И наравне с простенькими и безидейными видео появляются интересные и познавательные профили. Число которых пополнил и аккаунт библиотеки имени Пушкина. Мы убрали клоунаду, решили, что у нас будет экспертный аккаунт. Все-таки детская библиотека – это учреждение, которое занимается просветительством, дает какую-то информацию. Но опять же надо понимать, что эта информация дана будет в определенном ключе. Очень коротко, очень емко, возможно в виде таких ТикТок-сериалов. На ТикТок-канале библиотеки дети смогут поиграть в познавательные игры и узнать интересные факты о писателях Пушкина, Горьком, Есенине и других. А для более взрослой аудитории сотрудники запускают проект «Раннее развитие детей». Видеоролики, по мнению библиотекарей, пригодятся не только подросткам и их родителям, но и педагогам школ. Такие маленькие ролики, которые сделаны все-таки экспертами, они могут пригодиться для проведения внеклассных занятий, и, может быть, как небольшие вставочки в уроке, как дополнительный материал. Поэтому библиотека продолжает идти в ногу со временем и работать в помощь учреждениям образования. Это наша основная задача. Свой аккаунт в ТикТоке сотрудники библиотеки имени Пушкина представили на конкурс культурных диджитал-продуктов «Атомлайк». Букстори Саров стал лауреатом в номинации «Концепция и сценария». Победа принесла библиотеке грант в размере 450 тысяч рублей. Деньги потратят на закупку необходимого оборудования и развития проектов. Идею принять участие в конкурсе «Энергия и среда обитания» Льву подсказала мама. Преподаватель географии лицея номер 15. Победитель конкурса «Учитель года 2019» Наталья Цветкова. За плечами у начинающего изобретателя уже есть несколько успешных проектов в области экологии. От систем автополива растений до гроубоксов, в которых с помощью регулировки микроклимата можно выращивать различные культуры. Поэтому Лев не стал долго раскачиваться и вскоре ухватился за мысль. А что если превратить бесполезный мусор в ресурс для 3D-печати? Через несколько недель проект был готов. Его основная суть – это переработка обычных пластиковых бутыл, которые, грубо говоря, нас под ногами валяются, которые мы выбрасываем. И из них можно делать пруток для печати потом на 3D-принтере. Из этого прутка можно изготавливать практически все, что угодно. 3D-печатать сейчас очень сильно развивается. В принципе, все, что угодно – это какие-то шестерни, модельки. Во время пандемии энтузиасты на 3D-принтерах печатали детали для аппаратов EWL. Проект, который принес Льву Победу, включает в себя рабочий макет, сам станок и сопроводительную документацию, в которой пошагово описаны процедуры переработки сырья. Сначала на лезвии бутылка превращается в ленту толщиной 10 мм. Дальше эта лента под действием нагревателя, там 225 градусов, она при помощи железного конуса превращается в круглый пруток. И потом уже этот пруток набатывается на катушку. То есть, в принципе, ничего сложного, просто под действием температуры от нагревателя лента от бутылки изменяет свою форму и потом уже наматывается на катушку. То есть, никакого горения нет, открытого огня, не выделяется никакого там газов токсичных. Все, в принципе, экологично, и можно делать спокойно дома или там у себя в кладовке. В ближайшем будущем Лев Цветков хочет выложить свои идеи в свободный доступ, чтобы его наработками и предложениями смогли воспользоваться все желающие, которые, хочется верить, обязательно найдутся. Даже короткой прогулки по городу достаточно, чтобы понять, работы тут не початый край. А пока лицеист наслаждается двухнедельными каникулами, которые школьникам подарил глава региона Глеб Никитин. И, конечно, продолжает генерировать идеи для новых проектов. В июле 2019 года подрядчик ООО ТСК активно взялся за строительство школы на улице Зорге. Уже к марту рабочие опережали сроки на 7 месяцев и исчерпали средства на 2020 год. К осени из бюджета области выделили еще 90 миллионов рублей. Деньги появились. Теперь не хватает специалистов. Въезд иногородних затрудняет пандемия. Формирование и, будем говорить, производственных коллективов, которые там занимаются, там, монолитчики, там, каменщики, там. Хотелось бы их усилить, да, но сложности в том, что вот те бригады, которые летом работали и весной, там частично отпали, потому что не было финансировано. Частично они остались, они продолжают работать. Несмотря на нехватку людей, на объекте кипит работа. Пока непонятно, где будут располагаться классы, спортзалы, административные и хозяйственные помещения. Строители заканчивают кладку второго и третьего этажей. Мы должны возвести фронтоны, перекрытия, где-то провести бетонирование и создание армпояса, чтобы подвести к производству кровельных работ. В Нижегородской области строители столкнулись с дефицитом пиломатериалов. Поэтому нет гарантии, что к концу года все здания на территории будут под кровлей. После того, как строители доделают крышу, специалисты приступят к отделочным работам. Сейчас ведется прокладка системы отопления, чтобы те корпуса, на которых будет кровля, и будет подведено утепление, в начале января передать под отделочные работы. Постепенно будем добивать то, что не закончим по кровле до конца года. Напомним, новую школу на улице Зорги строят в рамках проекта «Нацеобразование» за 540 миллионов рублей за счет областного бюджета. По словам Владимира Еминцева, сейчас подрядчик выполняет работы в срок. Сдать объект он должен в июне следующего года. Контрольный выстрел из термометра, обработка рук санитайзера, и через несколько мгновений мы переступаем порог студенческой лаборатории Сарфатыни Яумифи, где нас уже ждет Александр. В окружении измерительных приборов и замысловатых конструкций он чувствует себя, как рыба в воде, играючи, описывая сложнейшие эксперименты, которые проводил в компании единомышленников. Оно и неудивительно. Интерес и способности к точным дисциплинам юноша почувствовал еще в школе, и, успешно сдав ЕГЭ, поступил в Саровский физико-технический институт, где с головой окунулся в науку. Александр сразу проявил себя как любознательный и трудолюбивый студент. К нам в ВУЗ пришло письмо из Министерства образования Нижегородской области, в которое нас приглашали поучаствовать в региональном отборочном этапе конкурса «Студент года-2020». Было несколько номинаций. Одна из номинаций «Интеллект года». И, собственно, безоговорочно мы решили выдвинуть на эту номинацию нашего студента Буркатского Александра Сергеевича. В выборе мы не ошиблись. Новость о том, что ему предстоит побороться за звание «Студент года», Александр воспринял легко. И, недолго думая, начал готовить заявку. Я подумал, а почему бы и нет? На самом деле, от меня требовалось тогда только заполнить анкету, вписать туда все свои достижения. Достижений было, в принципе, достаточно, чтобы рассчитывать на призовое место. Но было очень трудно найти время, потому что в тот момент я находился на Всероссийской акустической конференции в Санкт-Петербурге. В последний момент почти все это заполнил, отправил. Александр с легкостью прошел заочный отбор. Сыграли свою роль многочисленные награды и победы во Всероссийских олимпиадах. А дальше предстояло самое сложное. В живой беседе с членами жюри доказать, почему именно он достоин звания «Студент года». Но и тут Александр нашел, чем удивить экспертов. Они спрашивали, чем я занимаюсь не только в сфере науки, но еще помимо науки. А помимо науки я вот уже последние два года езжу на Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов». Вот в прошлом году пригласили как победителя Олимпиады «Я профессионал». А в этом году я прошел уже в общем конкурсе и получил приглашение поучаствовать в шестой смене «Цифровая экономика». По итогам регионального этапа конкурса «Студент года 2020» Александр занял второе место, пополнив копилку своих достижений еще одним титулом. Отличное завершение шести незабываемых лет, проведенной в родной альмаматор. А уже в следующем году, защитив диплом магистра, он откроет в своей жизни новую главу, в которой его будут ждать совсем другие вызовы и свершения. Например, победа в конкурсе «Молодой ученый года».